Золото тайги, часть восьмая. Оставляйте ваши перчатки все на КПП. Все синие перчатки только на КПП. И только тогда едем дальше. Поставили все? Оставили перчаточки? Вот так вот. Часть восьмая. Продолжаем. Очевидно, Федосов все-таки рассказал Петру Зотову, где жил и работал его отец. Ну, а если так, то он не удержался. Конечно же. И поехал именно туда. Значит, его надо искать именно в нашем тресте. Только там. На Охотское взморье ходят только лишь пароходы севстроя. Только севстроя. И он никак не мог миновать их. А билет на пароход можно получить только будучи севстроевцем. Да, именно им. Человеком, заключившим договор. И я направился в отделение треста. Это учреждение помещалось на Крутобокой горе. В большом, длинном-длинном, как казарма, неуютном доме. Что там творилось? Если б вы только знали. Не я один ехал в Нагаево. Сотни, сотни людей требовали немедленной отправки на север. Они наседали на сотрудников треста с таким сердитым видом, как будто те были виновниками зимы и не без злого умысла сковали льдом все Охотское море, как будто они все виноваты были в этом всем. В комнатах стоял такой крик. Было очень тесно. Дым аж коромыслом. Все спорили, кричали, что-то доказывали, с недовольным и даже резким выражением на лицах. Мне стоило больших трудов пробиться и добраться к этим столам, за которыми сидели сотрудники. Все они тоже казались злыми и недоброжелательными. И позже я понял, что они просто-напросто вымотались все, устали, круглосуточно отбиваясь от настырных колымчан. Всем хотелось, чтобы их поняли и пожалели. Все хотели. И все требовали. Все требовали к себе особого внимания. И распалялись от первого же неосторожного слова. И вот я улучил минуту и спрашиваю служащего. — А где можно узнать о моем товарище? — В каком таком еще товарище? Вас тут тысячи. Что, не видишь? — Мне только об одном. Как можно мягче сказал я. И добавил. — О Зотове. — Это что, на букву «З»? — спросил совсем утупевший служащий. — Ну, в некотором роде. — К Маре Ивановне. У нее. Маре Ивановна! — крикнул он в угол и кивнул на меня. И я стал продираться локтями. И я вынырнул около Маре Ивановны, и теперь мог рассчитывать на ее внимание. Но эта дама не удостоила меня даже взглядом. Она даже не посмотрела на меня. — Имя? Отчество? — она только прокричала жестким сорочим голосом. — Я сказал ей. — Когда прибыл? — Месяца два-три назад. — Куда едет? — А этого я не знал. Как, впрочем, не знал, точно ли Петя Зотов помчится на Колыму. Или, может, осядет где-нибудь в Приморье. А может, даже рванет на Камчатку. Или. Да много ли там или. В общем, все мои поиски обосновывались на одних только предположениях. И только на них. Но я все-таки сказал. В управление сельского хозяйства. Она порылась там у себя в карточках и, так и не подняв головы, буркнула. — Такого не числится. Я вздохнул и снова нырнул в плотную толпу. Стал пробираться уже к выходу. — Послушайте, товарищ. Кто-то вдруг мягко дотронулся до моего рукава. Я обернулся. — Извините меня, — сказал незнакомец. — Вы упомянули об управлении сельского хозяйства? — Вы работаете там? — Да, работаю. — Тогда мне повезло. Давайте знакомиться. — Моя фамилия Зубрилин. Я еду на север впервые. А вы, как видно, уже из отпуска. Ну, хотелось бы поговорить, узнать, чего там да и как. — Неудачно едем. Застрянем здесь аж до весны. — А если самолетом? — неуверенно спросил он. — Вы что, тоже спешите? — ответил я вопросом на вопрос. — Как еврейчик. — Хе. — Если так, то давайте вместе держаться. — Может, и получится. А вдруг, как говорится. И вот Хабаровск встретил нас оттепелью. Ленивой поземкой и низкой облачностью. Мы смотрели на тяжелые тучи с откровенной неприязнью. Ни один мотор не гудел на обширном поле аэродрома за городом. Ни один. Но зимняя погода не так устойчива, как льды в Охотском море. И через два дня мы увидели над собой нежную голубизну. А еще через три, дождавшись очереди, сидели уже в самолете и гордо поглядывали вниз на крутящуюся под нами землю. Мы летели всего четыре часа. Хе. Удивительно. А столько ждали-то. Всего четыре часа летели. И вон уже вдали показалось темное облако дыма из заводских труб Магадана. А внизу замелькали круглые сопки береговой полосы. Мой новый знакомый оказался очень приятным даже человеком. С ним невозможно было скучать. Он рассказывал и рассказывал. Рассказывал самые обыкновенные истории. Но как-то так очень занимательно и весело. Не наслушаешься его. Хе. Молодец парень. Его открытое смугло лицо выражало доверие к слушателю и симпатию, которая всегда привлекает людей. Добродушный, отзывчивый горьковчанин со своей твердой, окающей речью. Виктор Николаевич Зубрилин приехал сюда не из родного дома. А прямо из армии. У него вообще все в жизни получалось не так. Как у других. Все не так. Заранее планирующих каждый свой шаг и поступок. Нет. Это не про него. Понимаете, говорил он мне, смущенно улыбаясь при этом. Годы не проработал после института. И сразу взяли в армию. А в строю какая уж там агротехника. Сам понимаешь. Вместо биологии военной, науки, полигон этот. Будь он неладный. А потом курсы. И вот все. Я уже со звездочкой на рукаве. Старший политрук. Это тебе и не хухры-мухры. Хе-хе. Политрук. Старший. Старший. Воспитатель бойцов. Ну и свыкся я с новым делом. Свыкся, да. Сработался с товарищами. Утверждаю даже, что я стал неплохим политработником. Не успел демобилизоваться. Тут же пригласили все в строй. Ну и что делать? Раздумывать, что ли? Ах. Просто времени не было даже. Даже думать. Ну, а вот теперь боюсь, дружище. Жуть, как боюсь. Какой из меня сейчас агроном. Вот чего. А так уж хочется. Так хочется. Не передать тебе. Земля прямо аж тянет. И привычным жестом он сбил фуражку на затылок. И застенчиво заулыбался. И я улыбнулся вместе с ним. Я в нем увидел что-то свое. Свое. Родное. Я увидел самого себя в юности. Ну, какая же это трагедия? Чего там бояться? Голова на плечах есть. Здоровье есть. Знание, может быть, и... И притупились немного. Так это все... Это все наверстается со временем. А вот опыт... За ним, собственно, и едем. Не так ли? Год-другой. И смотри. Дальше будет. И то правда. Согласился со мной он. А холодно там у вас? Спросил друг Зубрилин и постучал жесткими кожными сапогами. Шинель и фуражка дополняли его экипировку. Легковато. Зубрилин узнал историю Зотова. Узнал. Я рассказал о ней по дороге в Хабаровск. И он очень, очень заинтересовался. Все последующие дни он вспоминал только об этой истории. Очень много спрашивал. И часто даже совсем неожиданно. Что, так и не выяснили, где теперь Фидосов? Или знает ли Петя Зотов о местоположении Фактории? И через полчаса вдруг заинтересованно узнавал. А тот овес цел? Цел еще? А семена? Семена есть? И в конце концов он выудил. Он выудил из меня все. Все, что я мог ему рассказать. И даже больше. Его вопросы заставляли меня высказывать догадки. Предположения. Я строил гипотезы. То есть по существу дополнял факты. Он действительно этими вопросами заставлял мой котелок работать. А вы... Вы найдете молодого Зотова. Уверенно подытожил Зубрилин. И подумав, добавил. А он еще поработает с нами. Хе. Вот увидите. Ну и ну. Сказал он, когда самолет сел на заснеженное поле. На заснеженное. Горы и леса. Да еще снег. Белое безмолвие. Да. Джек Лондон. Клондайк. И мы с вами тут. Вот тебе занятная ситуация. Путешествие закончилось. Отпуск тоже. Не без пользы. И вот Зубрилин пропустил меня вперед и спрыгнул вслед. Но подскользнулся на своих кожаных подошвах и больно ударился коленом о мерзлую землю. Прихрамывая, он дошел до автобуса, уселся и заметил, соскребая ногтем со стекла лед. Да. А тут холоднее. Немножко. Вы не находите? И все рассмеялись. И он тоже. Тридцать восемь. Сказал шофер. И критически осмотрел легкомысленного пассажира в фуражке. И в сапогах. Ничего, ничего. Привыкнем еще. Окликнулся Зубрилин и потер покрасневшие уши. Поехали, водитель. И вот мы расстались в городе. Зубрилин пожал мне руку, улыбнулся и говорит. Надеюсь, еще встретимся. Желаю вам удачи. А еще через день, завернутый, как кукла, в тулуп, я покачивался на санях по таежной дороге. В узкую щель, сквозь заиндивевший мохнатый воротник, я видел впереди лошадиный круп. Вершины голых лиственниц, дугу и серое небо над дугой. И на сердце сделалось у меня так спокойно-спокойно, прям как дома. Вот что значит привычка. А зимой в наш совхоз морем проехать никак нельзя. Никак. Изломанные, вздыбленные штормами льды стоят с ноября аж по самый май, как сказочные надолбы. Памятники. Хм, солдаты. На берегу хаотическое нагромождение ледяного припая. Почти непроходимый барьер. Зимой к нам ездят кружным путем, по тайге, вдоль рек и через сопки. И только где-то близко от старой фактории санный путь вырывается к берегу моря. И уже не сворачивая, так и идет аж до самого совхоза. Директору сообщили, что я выехал из города. Он встретил меня. Он встретил меня прямо на бывшей фактории, где теперь обосновалось отделение совхоза. — Замерз? — спросил он, вытаскивая меня из саней. — Хм, на, выпей. Да не морщися, не девица. — А теперь говори. — Ну, рассказывай. Шустав слушал мой рассказ внимательно и ни разу не перебивал. А я говорил, говорил, говорил. И в то же время удивленно рассматривал своего директора. Что-то в его лице было такое, чего я раньше не замечал. Вот только не мог понять, что. За большими очками в глазах Ивана Ивановича скрывалось явное плутовство. И озорной огонек взыграл еще сильнее, когда я стал рассказывать о поисках Пети Зотова. — Уехал из Москвы? — Хм, вот те раз. — Не повезло. — вздохнул он и почему-то улыбнулся. — Разошлись, значит, пути дорожки. — Ну и что дальше теперь? — Опустил руки? — Отказался от задачи? — Что, не по плечу? — Будем искать. Он где-то на Колыме. Я уверен, что мимо не проехал. — Ишь ты, уверен он. А может, на Камчатке или на Чукотке? — Ищи его там теперь. — Ага. И Шустав рассмеялся. Рассмеялся сперва тихо, потом еще громче, потом еще громче. Что такое? Потом неудержимо весело. Вообще разгигиковся. И он снял очки и даже прослезился. Смеялся и начальник отделения тоже, у которого мы ночевали. И его жена, наша гостеприимная хозяйка, тоже. Все смеялись надо мной. — Да в чем дело же? — А? — Ну, говорите! — спросил я, наконец, не понимая причину столь безудержного веселья. — Че ты такое делается-то, а? И тут Иван Иванович вытер красное лицо, немного успокоился, отдышался. — Ну, хватит его разыгрывать. — Хватит! — сказал он. — Ну, живи! И хозяйка вышла в другую комнату. А я уставился на дверь. И вдруг занавеска колыхнулась. И на пороге появился незнакомый юноша. — Прямо как в театре. И он виновато улыбнулся мне. — Зотов? — тихо сказал я, пуще всего боясь ошибиться. — Петр Николаевич? — Это я, — ответил юноша. И вдруг покраснел. Он покраснел так сильно, как может краснить только очень застенчивая девушка. И он шагнул ко мне, а я к нему. Мы обнялись. Я посмотрел ему прямо в глаза. И ресницы его дрогнули, блеснули слезы. — Ну, черт возьми, у меня тоже что-то случилось с глазами. И в носу пощипывало, а руки стали дрожать. И он смущенно отвернулся, крякнул. Шустав растроганно смотрел на нас. Хозяйка плакала. — Да вот так разошлись с вами. Вы только уехали, а я сюда. На последнем пароходе добрался. Петя Зотов. Он так был похож на своего отца. Широкоплечий, коренастый, спокойный русак, с чистым округлым лицом и с той же ямочкой на упрямом подбородке. Светлые волосы он зачёсывал назад. Они не ложились, видно жестковаты, и всё время вставали, и чуть велись. Волнистый светлый кудилёй обрамляли они и лоб юноши. Он всё время стеснительно улыбался, словно даже извинялся за беспокойство, которое причинил нам. — А вы садитесь, садитесь за стол. Отечески заворчал Шустав. — Потом поговорите. — Ну, а сейчас давайте-ка, друзья, за встречу. За встречу. И мы засиделись до самого поздна. Петя плохо ел. И всё украдкой поглядывал на меня. Ждал чего-то, не решая спросить прямо. Я всё понял. Я встал и начал возиться с чемоданом. Зотов тоже поднялся и подошёл поближе. Он вздыхал. Он не знал даже, куда девать свои руки. Он очень волновался. — Держи, — сказал ему я. — Это тебе от матери. При слове «мать» лицо его опять дрогнуло. Ресницы опустились. Непослушными руками он взял подарок. Долго и неумело открывал медальон. И вот крышечка щёлкнула. На него глядели добрые материнские глаза. Петя нагнул голову и ушёл. Ушёл. За столом все замолчали. Шустав то снимал очки, то надевал их. — Петя не помнит её, — сказал он тихо. чтобы не нарушить торжественные минуты. — Да куда там? Столько годов. И каких годов? Зотов так и не выходил из комнаты. Когда мы улеглись, и в комнатах наступила сонная тишина, Петя осторожно подошёл ко мне. — Не спите, — прошептал он. Я подвинулся. Он сел на край моей кровати, нашёл мою руку и сжал её. — Спасибо вам. — Ну что ты? Мы помолчали. А потом он спросил. — А эти негодяи? Где они? Не знаете? — Вряд ли живы, — сказал я. Но если живы, и он вдруг с силой сжал мне руку. Утром шумной компанией мы поехали на центральную усадьбу. Зотов рассказывал дорогой. — Да чего же возмутительно, понимаете? Я приезжаю во Владивосток, иду в Трест и прошу работу на севере. А мне говорят, не пошлём, заявок на агрономов нету. Я им говорю, поеду биологом, наблюдателем погоды даже, так даже бригадиром поеду. Отвечают, не можем, у вас диплом агронома. Ну тогда я прошусь рабочим. Говорят, рабочих пока не вербуем. Ну и что мне делать остаётся? Я махнул на всё и прямо на пароход. К капитану. Возьмите. И всё тут. И он оказался на редкость отзывчивым человеком. Выслушал меня и взял. И вот палубный матрос Зотов к вашим услугам. А в Магадане меня, как лицо безопределённых занятий, в первый же день задержали. Да, задержали меня в Магадане. И снова я принуждён был рассказывать, почему очутился здесь. С меня взяли подписку, что я устроюсь на работу в течение трёх суток. И именно тогда я отправился сюда, в ваш совхоз. А здесь уже Иван Иванович. Бери помощником, сказал мне Шустов. А потом уже видно будет. И, главное, за дело, ребята. За дело. Время – деньги, сами понимаете. Чё тут стоять? Работать надо. Хоть и лежал на полях и в лесу метровый слой снега, и трещали по ночам от крепких морозов деревья на опушке, а совхоз наш уже начал сев. Да, начал сев. Не удивляйтесь. Смотрите. Над теплицами весела курица дым. Стёкла, укрытые соломенными матами, аж парят. За стеклом на тепличных стеллажах зеленеет молодой лук. Распускает листья свекла. В горшочке пикируют рассаду помидоров и огурцов. Здесь весна. Весна здесь. На высоких широтах рано начинаются работы. Ведь как-то должны люди исправлять северный климат. Удлинять короткое лето. Вот и придумали устраивать весну, так сказать, под стеклом. Пусть только стает снег и согреется земля, к тому времени у нас вырастет хорошая рассада. Зазеленеют и прорастут под стеклом яровизатора клубни картофеля. Мы высадим молодые саженцы и картофель в начале июня, удлинив жизнь растений чуть ли не на два месяца. На два месяца. Это тебе не шуточки. Это и есть северная агротехника. Она не вступает в борьбу с природой. Зачем? Природа несравнимо сильнее. С ней просто надо научиться ладить. Вот чего. Петя Зотов все это знал. С завидным азартом он взялся за работу. В один из солнечных дней, когда снег начинал подтаивать, а черный лес разморенно молчал, впитывая первое тепло, мы с ним приехали на питомник Зотова-старшего. Обошли усадьбу, пробили тропинку до кустов смородины и сходили к старой барже. Петя выглядел очень серьезным, замкнутым. Он слушал мои объяснения, упрямо наклонив голову. — А где похоронены мать и отец? — спросил он коротко. Утопая в мокром снегу, мы пошли в лес. Разыскали холмик с густой черемухой. Постояли, сняв шапки. И после этого всю дорогу назад Зотов молчал. Я опустил вожжи. Лошадь шла еле-еле. Сани приглушенно скрипели по старой дороге. — Вот и встретился с родными, — сказал Петя, когда мы приехали домой. И добавил. А история эта далеко не закончилась. Нет. И именно в этот вечер я передал ему все записи и дневники отца. У меня остались только листки с опросом Матвея этого ведикта Шахурдина и ржавый револьвер с инициалами убийцы. Я показал его Зотову. Вот. Именно из него и убили твоего отца. Если когда-нибудь нападут на след, эта вещь поможет найти концы. На другой день меня чуть свет разбудил Шустав. Вставай. Подъем. Че дрыхнешь? Вызывают нас с тобой. В город. О! Телеграмма. Смотри. Экстренное совещание. Собирайся тут. Сбирайся. Через час уже едем. Лошадей уже готовят. Дела передай своему второму агроному. Все. Выполнять. Это случилось в первых числах апреля 1941 года. Заметьте. В апреле 1941 года. Город встретил нас веселой зимней метелью. Вовсю светило солнце. Небо сияло отменной голубизной. Но над самой землей сплошным, гибким, извивающимся облаком шла колючая поземка. Снег курился, как белый туман над болотом. Против ветра идти просто невозможно. Сразу застывали нос и уши. Из глаз катились слезы. Дыхание аж прерывалось. Провода заливисто гудели на двух высоких нотах. На улицах не видно ни души. Белый свет казался пустым и просторным. И становилось обидно за солнце. За то, что оно светит, светит, а не греет. В пустую тратит свою энергию. Что за совещание, никто толком не знал. Мы зашли в ведомство капитана Омарова. Он сдержал свое слово. И все совхозы с начала этого года подчинялись уже только ему. Но там ничего объяснить не могли. Омаров ушел в трест. И чуть ли не бегом мы тоже понеслись туда. Неудобно, если опоздаем. Ой, как неудобно. И вот в приемной директор отреста Севстрой толпились знакомые. У самых дверей кабинета в позе напряженнейшего ожидания стоял Дмитрий Степанович Дымов и смотрел на закрытую дверь. И внезапно дверь распахнулась. И вышел Омаров. Лицо его было все красным от волнения. Он сразу заметил вопросительный взгляд Дымова. Остановился. Но тут же с досадой махнул рукой и быстро пошел к выходу. Дымов бросился за ним. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь вы так. Все обойдется. Тихо проговорил он, поспешая за капитаном. — Кой черт обойдется! Лично меня обвиняют! — огрызнулся тот. И они ушли. Через несколько минут они появились снова. Омаров, кажется, немного успокоился. Дымов шел рядом с ним. И вдруг... И вдруг я увидел Зубрилина. Именно него. Он тоже узнал меня в толпе. Лицо его сразу же оживилось. И он протянул руку. — Ну вот мы и встретились. — Ну как? — спросил он. — А вы-то как? Где устроились? Кем? — Ой, не говорите. Заместитель Омарова по политчасти. — Ого! Вот тебе и ого! Совхозы теперь у него. Ну и решили агронома сделать заместителем. Что, не одобряйте? — Да кто его знает, одобрять или нет? — Ну, конечно, приятно, что дорожный знакомый мой и такой хороший человек стал моим начальником, получается. — А вот для него самого это еще тот вопрос. Ведь это все дальше и дальше от агрономии. И я не успел даже ответить, как услышал сзади свое имя. — Здравствуйте, — сказал Дымов. — Очень рад вас видеть. — О, да вы, как я вижу, знакомы с товарищем Зубрилиным. И он мягко улыбнулся при этом. — Да, ехали сюда вместе, — сказал Виктор Николаевич. Дорожное, так сказать, знакомство. — Хм! Рыбак рыбака видит издалека, — пошутил тот и вдруг стал совершенно серьезным. — Вы не знаете, что случилось? — Я только успел посмотреть на Зубрилина. Но в это время нас пригласили в кабинет. Директор Треста очень ценил свое время. Не дождавшись, пока утихнет шум отодвигаемых стульев и все усядутся, он сразу же встал, посмотрел в окно, за которым злилась и гудела поземка. И начал говорить, не отрывая взгляда от белого в метельном тумане моря, которое растелалось за окном аж до самого горизонта. — Пять дней назад, сразу же резко сказал он, пять дней назад из находки в Ногаево вышел караван судов с грузами для нашего края. Караван повел ледокол. У нас с ледоколом постоянная связь по радио. Когда корабли прошли пролив Лаперуза и растянулись на открытой воде, неизвестно, откуда появилось судно. Судно без национального флага. И обстреляло один корабль. А на этом корабле находилось продовольствие. Продовольствие для работников Дальнего Севера. А на других двух кораблях техника. Он говорил негромко, не повышая тонна. Но в его сдержанном голосе чувствовалось большое волнение. И вот директор сделал паузу, отвел взгляд от окна, повернулся к нам и несколько секунд смотрел. Он смотрел в напряженные лица собравшихся. Никто не проронил ни слова. Так вот, неопознанные пираты затопили корабль. Корабль с продовольствием. Шесть тысяч тонн продовольствия. Мука, овощи, мясо, сахар. В том, что пиратское нападение совершили враги нашей страны, у нас нет ни малейшего сомнения. Около месяца назад влиятельная зарубежная газета напечатала большую статью об условиях работы на Колыме. В этой статье, между прочим, было сказано, что самым уязвимым местом для советов, осваивающих Дальний Север, является снабжение продовольствием. Длинные и ненадежные коммуникации, проходящие мимо чужих берегов, будучи однажды нарушены, могут привести, по мнению этой газеты, к полному хаосу в нашей работе, к остановке добычи металла, к голоду и чуть ли не к восстаниям. И если вы сопоставите выступление газеты и пиратское нападение на корабль с продовольствием, то тут нетрудно увидеть связь этих явлений. Не так ли? В мире идет война. Наш восточный сосед ведет себя отнюдь недружелюбно. Везде по океанам рысшат подводные лодки. Положение неспокойное. И вот вам первый выпад распишитесь. А? Конечно, наше правительство послало ноту протеста. Послало. Конечно. Соседи выразили желание расследовать инцидент и считают его провокацией. Но факт остается фактом. И тут он выпрямился, поднял голову и громко с каким-то злым вызовом добавил. Военно-морские силы с этого дня вводят конвой для караванов. И мы не допустим повторения таких фактов. но в то же время мы должны сделать для себя и другие практические выводы. Первый из них это возможно быстрее организовать собственную я подчеркиваю собственную продовольственную базу. Вот зачем мы созвали всех вас. Вот главная тема нашего разговора. Дымов сидел напротив меня. Он не подымал глаз. Амаров тихо постукивал карандашом по ладони. он очень нервничал. И вдруг директор Треста назвал его фамилию. Амаров вскочил. Главная задача, Амаров, сказал директор, немедленно, немедленно начать изыскание и организовать три-четыре. Слышал меня? Три-четыре не меньше новых совхоза. Продукты питания нам надо создавать здесь, на месте. Овощи, картофель, молоко, мясо. Все, что нужно. Что бы ни случилось, мы обязаны снабжать горняков всем необходимым. будет сделано. Громко отрапортовал Амаров. Средства, технику и транспорт вы получите. вы получите, как только у меня на столе появятся ваши расчеты. Слышали? Делайте их поскорее. А специалистов подбирайте сами уже. Будет сделано. Снова откликнулся Амаров. И лицо его стало таким суровым, как прямо полководство перед сражением. И когда мы вышли из кабинета, капитан громко скомандовал. Специалистов ко мне! Шли из Треста уже большой толпой. Амаров и Дымов о чем-то разговаривали в полголоса. Точнее говорил Амаров, а Дымов только слушал. Слушал и слушал. «Откуда могли узнать, а?» Вдруг громко и раздраженно сказал Амаров. «Откуда они узнали? Где техника, а? Где продовольствие? Это наводка! Кто навел, а?» «Тише, пожалуйста», сказал Дымов и оглянулся. «Почему тише? Почему? И он тоже оглянулся и, увидев Зубрилина, который шел рядом со мной, сказал, уже адресуясь к нему. «Создается впечатление, что враги наши знали. Они знали, по какому судну стрелять. Но не потопили же технику, а? Вот ты смотри, выбрали именно продовольствие. А я теперь спрашиваю, откуда они знали, на каком корабле, а?» Зубрилин только пожимал плечами. «На совете у капитана мы сидели и только выслушивали указания», говорил Амаров. «Он не признавал, по-видимому, обсуждения вообще, а тем более в этот день, когда был раздражен и зол на весь мир». «Поисковые группы создадим сейчас же. Давайте решим, кто их возглавит». «Доложите вы, Руссо». Черные глаза капитана остановились на главном агрономе управления. Константин Федорович Руссо как всегда выглядел отлично. Но от круглым маложавым лицом внушительно возвышался белый полированный лоб, соединенный с большой и тоже очень белой лысиной. Только по бокам блестящей лысины у него курчавились светлые волосы, и то немножко, в которых трудно было заметить седину. Руссы брови агронома казались даже приклеенными, что ли. Так густые и пушистые они были. Но глаза, глаза его сияли умом. Крупные губы Руссо с четким красивым рисунком почти улыбались. На щеках играл румянец. Мы все просто обожали его. Руссо приехал на Колыму из Ленинграда. Он работал там в институте полярного земледелия. И говорили, что до поездки в Магадан агроном объездил много северных поселков страны. Он побывал в Швеции, в Финляндии, в Канаде и даже на Аляске. Начитанность его и незаурядные знания стали просто присказкой. Толковый образованный биолог. Действительно, толковый дядька. И когда Амаров назвал его, Руссо быстро вскинул глаза. Повозился в бумагах, поднялся и негромко произнес Вергилий, этот древнейший из агрономов, много веков назад записал в своем Георгике. Но прежде чем спашем неизвестное поле, мы должны наперед знать ветра и изменчивый климат, и особенно обычные способы обработки и внешний вид местности, а также что страна приносит и что она отказывается производить. Точка. Короче, нетерпеливо бросил Амаров. Считайте цитату из Вергилия предисловием к нашему разговору. А что же касается существа предстоящего дела, то я предлагаю начать изыскание с наблюдения за климатом. В этом году создадим в районах края метеопосты, а на будущий год Иомаров тут аж вскочил. Вы что, с луны свалились что ли? Нам совхозы в этом году нужны позарез, кровь из носа, он мне тут через два года. Что за странная осторожность, Руссо? Ты что не понял? Дымов заметил. Но где создавать? Надо же знать. Это дело специалистов. Думайте, что говорите, Руссо. Приказ директора Треста вы знаете. Когда совещание закончилось, Амаров назвал несколько фамилий, которые ему написал на листке Руссо. в числе этих фамилий была и моя. А вас я попрошу остаться, сказал Амаров. Шустав нахмурился и подошел к нему. Товарищ капитан, начал он. «Потом, потом», Амаров махнул рукой. «Я знаю, что делаю. Не мешайте мне, Шустав». И вот через пять минут я уже знал свою судьбу и был зачислен в первую поисковую группу. Вот как события разворачиваются, ребята. В комментариях вы писали, кто это может быть. И мне понравились ваши намерения, как вы думаете. вы писали, что Никамура, ведь ему же говорили, что ты его не узнаешь даже. Вы писали, что Джон Никамура это и есть этот советник Дымов, советник капитана. Вы знаете, ребята, очень даже может быть. Все так и складывается. Он прям сидит, прям здесь и всех информирует. И уже масштабы набирает обороты, уже прям кораблями бомбят. Вот чего. И война на пороге. Да, разворочат они это все, поймут ли, кто это. Вот чего. Очень нравится, что Зотов все-таки нашелся, так как мы и думали, ребята, угадали, угадали. Петр Зотов, сын, поехал прямо сюда, прямо в это же единственное, что это стоило ему действительно больших трудов. Попробуй продерись туда. Я вот себе думаю, если бы ты в той толпе, попробуй, я бы туда не попал, если бы там прям так, попробуй, даже надо наглости сколько иметь, чтобы через те столы это все, это вообще попасть туда. Но все-таки попался, нашел пути, через капитана, судно, пусть матросом, пусть кем, получилось все-таки у него. И это очень похвально. Ставьте ваши ребята пальцы, посмотрим, как дальше дела будут разворачиваться. Тут уже война должна быть вторая мировая вот-вот. Мда. Услышимся, увидимся. Ставьте ваши отпечатки пальцев под видео, не забывайте. Благодарен вам, что вы делитесь моими рассказами. Под видео кнопочки поделиться, тыкайте все ваши педали. И новеньким скажу, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые следующие аудиокниги. Все эти части находятся в плейлисте под видео. И чтобы не пропустить, нужно не только нажать подписаться, а еще справа от кнопки подписаться, обязательно надо нажать колокольчик. Нажимайте колокольчик, и надо, чтобы все уведомления приходили. Нажимайте все, и только тогда, если я загружу что-то новое, только тогда вам будет приходить уведомление. Так что колокольчик это очень важное дело. На сегодня все, услышимся завтра, а на сегодня пока два. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok